Салам Астраха, Хурмед Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Сегодня эфир, посвященный вопросам, вопрос-ответы. Количество вопросов я сегодня сократил, потому что эфиры получаются очень длинными. И выбирал вопросы по принципу неповторяющих, которые ранее я на них не отвечал. Сейчас близкие вопросы, другие совершенно. Поэтому, если кто-то будет обижаться и говорить, что на их вопрос не ответили, я просто скажу, что это физически невозможно. Или более того, на эти вопросы я обычно отвечал в предыдущих эфирах, в своих прямых эфирах. Масса существует в выступлении. Поэтому я буду сегодня отвечать в более сжатом формате. Итак, здесь задают вопрос следующий, первый. Почему мы не можем получить нищенские 42 500 тенге? За один месяц сдали, и то не все, и не всем. И теперь не можем получить вторые 42 500. Уважаемые друзья, я много раз объяснял о принципе построения власти. Если власть не подотчетна народу, они делают, что хотят. Вот просто что хотят. И единственный способ, чтобы власть действительно подчинялась народу, чтобы народ контролировал власть. А при существующей системе вы можете биться головой об стенку, кричать у себя в квартире, на улицу выйдете, вас задержат за несанкционированный митинг или пикет. На выборах вы знаете все, полная фальсификация. Поэтому, что называется, это демонстрирует, что эта власть не зависит от вас. И поэтому они могут принять любое решение. Дать, не дать, меньше дать или вообще забыть о вас. И чтобы это изменить, нужно просто активно бороться. Не ждать, что кто-то вам что-то решит. А как он узнает, что у вас такие потребности? Каким образом? На митинги вы не выходите, на пикеты не выходите, в забастовках и других мероприятиях не участвуйте, не организовываетесь. Вот как правительство должно узнать, что вам плохо? Вот как? Способ очень простой. Вот в нынешних наших условиях они должны об этом узнать через ваши публичные выступления. А если будут эти выступления объединенные, а это единственный способ, это массовые митинги, когда тысячи людей показывают свое недовольство, только тогда, только тогда власть будет реагировать. А сейчас это называется так. Могу дать, могу не дать. Это их добрая воля. Вот поэтому вы не можете получить свои нищенские 42500. Именно поэтому наша страна отсталая, бедная. Потому что народ пассивный. Когда народ будет активный, тогда такие вопросы и не будут поступать. Вы будете требовать. Вы, если такие люди не будут исполнять требования народа, вы просто не будете за них голосовать, и они будут выброшены. Они не будут никогда решать какие-то вопросы, не будут ни управленцами, ни политиками, ни кем. Вот, собственно, ответ. Следующий вопрос. Я от вас узнал, сколько земель продано Китаю в согласии Такаева. Он тогда был министром иностранных дел. У нас есть хоть какая-то возможность вернуть их вместе с вами, когда будет правительство ДВК? К сожалению, вот именно в этом вопросе я могу однозначно сказать, что земли, те, которые переданы Китаю, вернуть невозможно. Вот просто невозможно. Да, мы можем вернуть деньги, которые они украли, которые мы найдем, какие-то активы, которые они приобрели за рубежом. Это мы можем при соответствующей работе. А землю, ту, которую в соответствии с межгосударственным соглашением подписали, ратифицировали парламентом, это уже как закон. Это уже невозможно. И опять же я скажу, чем больше мы будем не обращать внимания на эту власть, они будут тем больше делать вот таких вещей, отдавать земли или еще что-то, продавать нашу страну по кусочкам. Это тот самый случай, когда мы не можем уже это соглашение отменить. Просто нереально. Поэтому я вам честно скажу, что эти земли вернуть уже невозможно. Ну и собственно, вот если развивать эту тему, ну вы видите, кто такой Назарбаев. Мы тайны их договора узнаем вот случайно. Это видно, что страна не принадлежит народу. Если у кого-то есть иллюзии, они должны вот на этом примере убедиться, что они делают за нашей спиной, что хотят. И если действительно народ не влияет на власть, не управляет этой властью, тогда вы можете не удивляться, почему там пропадают гигантские территории размером как Северо-Казахстанская область. И вы об этом узнаете только из моего фильма, который я выставил в эфире. Ну и должны понимать, кто реально рулит страной. Это национальные предатели. Тот же самый Такаев, тот же самый Назарбаев. Это просто предатель народа. Вот это все должно подвигать к мысли, что так жить больше нельзя. Вот. Поэтому, к сожалению, с земли мы не можем вернуть. Третий вопрос. За какой срок вы спишите кредиты, как придете к власти? Станет ли доступно ипотечное жилье тем людям, кто попал в черный список из-за кредитов? Как ДВК решит вопрос по ипотечникам 2008-2009 года? Уважаемые друзья, есть программы разные ДВК, и мы объявили, что будут списаны все потребительские кредиты и займы по ипотечным кредитам на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Это мы говорили о текущих, и может быть вы там взяли, я не знаю, кредит 10 лет назад. Но здесь именно по ипотечникам 2008, 2007, 2009 годов у нас позиция простая. Мы спишем полностью, независимо от размера, даже не то, что до 30 миллионов, мы спишем любой размер. Объясню почему. Потому что все эти ипотечные займы на балансе банков уже давно списаны. Они через свои подставные компании оформили передачу этих кредитов на баланс других компаний. Они приходят, вас берите кредиты, а потом девальвировали национальную валюту из-за их плохого управления, вы потеряли работу, ваши долларовые кредиты стали неподъемными для вас, и фактически они вас подвигли к банкротству, отбирая единственное любое другое жилье. Поэтому моя позиция очень простая. Те кредиты, которые попали в этот промежуток до 2009 года включительно, они должны быть просто автоматически списаны. Списаны, они списаны уже с баланса банков, они давно уже списаны, уже прошло уже больше 10 лет. Поэтому мы их спишем. Теперь вопрос, за какой срок, как только правительство ДВК победит на парламентских выборах. То есть сначала придет к власти временное правительство ДВК в течение 6 месяцев, будут объявлены выборы. Активисты могут регистрировать свои партии, участвовать на выборах. Мы тоже, безусловно, зарегистрируем новую партию, демократический выбор Казахстана. И как только мы побеждаем на этих выборах, мы сразу в течение буквально месяца-двух спишем все кредиты, о которых я говорил, а именно ипотечные кредиты на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге, раз, и мы спишем все потребительские кредиты, тотально. То есть после прихода к власти максимум в течение двух месяцев. Мне здесь задают такой интересный вопрос. Что вы думаете о дистанционном обучении детей в Казахстане? Ну, вот это событие с развитием коронавируса показало, что в Казахстане дистанционное обучение детей невозможно. В принципе. И долго не будет возможно, особенно при этом правительстве, при Назарбаеве. Почему? Ну, во-первых, вы знаете качество интернета. Во-вторых, у основной части населения нет компьютеров, нет соответствующих планшетов, нет специальных программ, нет телефонов. Это дорого для людей. И очень многие живут в сельской местности, они вообще не имеют ни телефонов, ни компьютеров. И в мире обычно, если у учеников нет техники, то школа обычно отдает на период обучения компьютеры. Когда человек завершает обучение, они возвращают обратно. Это вот сейчас как раз этот период пандемии показал. Но, помимо всего прочего, что невозможно по экономическим причинам, невозможно по техническим причинам, я просто скажу свою позицию личную. Я вообще считаю, что это очень странно будет детей все время дистанционно обучать. Якобы мы экономим на зданиях, там какие-то другие вещи, за тепло, за свет не будем платить, вот экономия и так далее. Я убежден, что это ошибочный подход, потому что школа, это где дети, они общаются с друг другом, учатся общению, конкурируют с друг другом. Что очень важно. Видят примеры рядом своего соседа, который лучше учится, у него учатся опыту. Они как бы социализируются, они там постепенно становятся взрослыми людьми. А это возможно, когда есть контакт, контакт есть с людьми, со своими сверстниками. И потом в школах проводят различные мероприятия, концерты, музыкальные разные фестивали, спортивные мероприятия. Как можно детей все это делать дистанционно? Как это возможно? То есть фактически, я считаю, что это будут практически технические, как роботы люди, которые будут нажимать на кнопку, и больше ничего. Мы же своих детей хотим, чтобы они выросли полноценными гражданами нашей страны, были ораторами, умели петь песни, были остроумными. Они чтобы могли быстро парировать какой-то вопрос-ответ. Это все возможно только в среде. Мы же не взращиваем маугли в лесу, а при таком подходе действительно это будут дикие дети, маугли, которые живут в среде, в компьютере, в каких-то таблицах, но при этом они не будут уметь просто общаться с людьми. Поэтому я считаю, что попытка перевести на дистанционное обучение просто это ошибка, это нереально, это неправильно. Да, на короткий период, когда вот такие ситуации случаются, это возможно. Да, когда уже люди взрослые, дистанционное обучение действительно есть, заканчивает заочные институты, это все возможно. Но это нереально, когда ребенок только образовывается, социализируется, учится у своих сверстников, конкурирует, он должен стать взрослым, тогда, наверное, да, это его выбор должен быть, где он хочет и как он хочет учиться. Поэтому я дистанционное обучение детей в Казахстане в принципе не верю. по многим обстоятельствам, которые я вам сейчас озвучил. Следующий вопрос у меня сейчас спрашивает. Дело в том, что участились обращения о том, чтобы необходимо призвать людей выходить на митинг. Вот в частности вот такой вопрос. Ваше мнение насчет объявленного митинга 6 июня Жамбулата Мамая? И похожий вопрос это когда выходим на митинг? И следующий вопрос, что партию Кощея запретили сегодня? Не задает вопрос. Ну, во-первых, уважаемые друзья, мы уже ранее озвучивали, что как только будет режим карантина завершен, мы в течение 7 дней объявим о проведении митинга. Мы же не можем просто себе сказать, что мы хотим на митинг. Мы должны знать, какие требования мы должны выдвинуть на этот митинг. То есть наши лозунги, наши требования. Это безусловно требует исследования. Почему мы взяли перерыв такой, что после того, как будет завершен карантин, в течение 7 дней мы объявим о дате нового митинга? Потому что мы хотим собрать мнение людей. Мы хотим, в конце концов, провести не просто митинг, где будут там несколько сот человек. Мы хотим вывести людей большое количество. Для этого нам нужно собрать желания людей, их пожелания, что мы должны выдвинуть в качестве требований на этот митинг. Затем мы эти пожелания, требования должны тиражировать, сделать рекламу, выпустить видеоролики. То есть это большая работа, определить места проведения митинга. Вы же понимаете? То есть это же не просто тусовка. На этом митинге люди выражают свою позицию. Когда люди выходят на митинг, они как бы рискуют, потому что практика показывает, что режим оказывает давление, активистов задерживают, кого-то даже штрафуют. Поэтому это ответственность. И люди, если идут такой на ответственный шаг, выходят на митинг, они должны знать, зачем и ради чего они идут. Какие требования не выдвигают, что их волнует. Эти требования должны звучать громко. Притом, не просто сто человек должны эти требования озвучить. Нужно, чтобы вышли тысячи, тогда эти требования власть будет вынуждена исполнять. Когда десятки тысяч выйдут, власть никуда не денется. Поэтому это требует серьезной подготовки. Если кто-то думает, что раз сегодня объявил, через полчаса выбежали, такого не бывает. Люди заранее, даже на дни рождения, как минимум за неделю, готовятся, ходят, подарки покупают, договариваются о месте, о встрече и так далее. А это митинг, это не просто даже день рождения. Поэтому, конечно же, мы митинг будем объявлять, когда соберем мнение людей и будем ориентироваться, что карантин завершится. Далее, что касается митинга, который объявил Мамай. Ну, уважаемые друзья, я свое мнение по этому человеку говорил, что это просто прокладка власти. Вот представьте себе, что он заявляет о том, что организует партию ДПК, его звучит всего уст критика, более того, он яростно критикует, ну, риторика, скажем, близкая с нашей, с ДВК, даже повторяющая, как мне говорят сейчас многие, я это вижу по поводу амнистии кредитов, это наша программа ДВК, и он ее озвучивает в «Талке вперед», то есть, это переводчик на казахский язык программ ДВК, хотя у нас они тоже на казахском языке есть, ну, во всяком случае, публично это он озвучивает. Так вот, этот переводчик выходит и объявляет безнаказанно, его никто не задерживает. У нас активисты, просто активисты, гражданские активисты, даже не заявляют о своем намерении пойти на митинг, а уже у подъезда дежурят полицейские, их таскают на допросы, присылают уведомления, прокуроры делают предостережения, они даже еще не заявили о том, что собираются выйти на митинг, о прошлом году вы помните несколько женщин, матерей с маленькими детьми их задержали, держали несколько месяцев в тюрьме, дали им ограничение свободы до года, подкинули им что? им подкинули обычные небольшие небольшие флажки Казахстана и дымовые шашки, которые открыто продаются в магазине, и типа обвинили, что они оказывается поддерживали экстремистскую организацию ДВК, и вот видите, то есть они даже не заявляли, публично не критиковали, и власть их преследовала, дала им срок ограничения свободы до года, или вы посмотрите, вот сейчас в октябре, да, что произошло, известный был активист, и он не один, их несколько человек, вот смотрите, вспомните, это буквально несколько дней назад произошло, Серик Уразов, 69-летний мужчина, он постоянно ходил на разные акции, протесты и митинги, просто ходил, он не выступал, не говорил, что он создает политическую партию, он не заявлял и не призывал, что проводит митинги, а он подвергался постоянному давлению со стороны власти, и у него побаливало сердце, они это знали, и все время его преследовали, задерживали, это не лидер партии, также преследовали членов его семьи, ну и если Мамайя никто не преследует, то вы можете вывод сделать, это проект власти, по простым таким признакам, очень простым, если даже вдруг его завтра задержат, уже не верьте, он уже сколько дней призывает на митинги, это митинг власти будет, и будет именно в том формате, который нужно власти показать, что людей пришло мало, чтобы у вас создалось впечатление, что основная часть народа довольна этим режимом, что просто там сто человек пришли, вот они только недовольны, ну типа сто человек бывает везде, вот таких людей прокладок власти используют для того, чтобы создать имитацию, как внутри страны, свободы, так и за рубежом, но посмотрите, вот следующий вопрос, который мне задали, что партию Коще запретили, ну вот я совсем недавно, буквально пару часов назад узнал, что прокуратура заявила о запрещении деятельности движения Коще, которые, Коще партия СЭ, которые еще даже не зарегистрированы, не подавала никаких документов на регистрацию, то есть они в такой же ситуации находятся, как партии ДПК, там только партия, а здесь движение, и вот сегодня прокуратура заявляет, что оказывается 19 мая было заседание суда, опять же, того самого Есильского, что суд принял решение о запрете деятельности этой партии, или движения с названием Коще партия СЭ, потому что оказывается, это просто вывеска, вместо ДВК поменяли вывеску на Коще, а на самом деле якобы расследование показало, что это та же самая организация, вдумайтесь, никто из лидеров Коще не знает, их не приглашали, никто с ними не разговаривал, не предъявлял претензий, вообще ничего, раз запретили, при этом движение партии Коще не призывали на митинг, не заявляли, что они снесут режим, как вот говорит тот же самый Мамай, а участников просто чата, чата Коще, их полиция штрафовала, применяли им статью за участие в незарегистрированной организации, вопрос, друзья, почему прокладка власти с именем ДПК ходит свободно, никого там не штрафует, призывает на митинги, его никто не задерживает, его никто не запрещает, Коще, который даже не призвал на митинг, они просто в чате создали сеть по всей стране, в чатах, электронном формате, где объединились лидеры со всей страны, региональные, разные, почему? А все очень просто, потому что эта власть боится именно объединения реальных противников режима, реальных, и в это движение Коще, в чате которых было 177 тысяч человек, действительно собрались те, кто против этого режима, режим напуган, а кого он боится, он боится народа, он боится своего народа, который объединяется и знает цену этой власти, что это режим преступный, сейчас эта власть пытается смонтировать подставных противников режима, в лице Мамая, сейчас Акижан Кашгельм присоединился, бывший премьер-министр, эту роль играет, использует тех же самых клонов агентов КНБ, как Ермек Нарымбай, вот эту всю кучку, вот так выстраивает, их финансирует, это очевидно, я знаю, как это все работает, и типа они собираются создавать видимость оппозиции, а всякие партии типа ХАК, там Республик, УАЯН-Казахстан свободно бродят по стране, не имеют никакой регистрации, выходят на какие-то инсценированные их митинги с плакатиками, их никто не трогает, вот где правда, правда в том, что КОЩЕ это сильная, сильная команда организованных людей, которые четко собирались бороться с этим режимом, и режим именно тогда среагировал, когда четко осознал, что это собралась большая сила с лидерами регионов, в каждом регионе были как минимум от 5 до 20 тысяч человек в этих чатах, представляете, вот она вся правда, и когда вы меня спрашиваете, а почему вот не нужно идти на митинг Мамай, вы можете пойти, вы можете, ну вот вы пойдете на митинг партии Нуратан, я думаю, что нет, вы пойдете на митинг изображать, что вы сторонник этой власти, я думаю, нет, и вот она на поверхности лежит, так же, как было с Косановым, который как бы говорил, что он противник режима, что он идет на выборы, было понятно с самого начала, что на выборы допускаются только клоны власти, их подставные лица, прокладки, предатели нашего народа, куклы режима, и вот, поэтому, по этой причине было понятно, что Косанов это просто предатель, и вот такие предатели, как Косанов, теперь проект Косанов 2, с Мамаем, в этой же куче, там типа Нурсила, там, и Акижан к ним присоединился, хотя у него риторика вроде против власти, они изображают оппозицию, эта власть их не трогает, не преследует, дает им возможность появиться, чтобы обманутые наши люди побежали туда, побежали, были там, вот, чего они хотят, это фальшивая позиция, имитация борьбы, поэтому, это ваш выбор, вы можете пойти на этот митинг и так далее, 6 числа, что касается партии Коще, я уверен, что там идейные люди, которые не имеют работы, или если имеют работы, она низкооплачиваемая, это люди, которые знают, что власть крадет у народа, это идейные люди, они преданные своей стране, и, безусловно, я уверен, что эти люди будут бороться против этого режима, сопротивляться, не будут сдаваться ни в коем случае, потому что у них сейчас это и есть убежденность, они сейчас объединены в огромную силу, и как бы власть не давила, они все равно будут бороться, также пару лет назад власть запретила демократический выбор Казахстана, и что? Да, они попытались запретить меня, но я каждый день фактически вещаю, выхожу, и число наших сторонников только растет, что, разве власть от этого выиграла? Нет, мы только стали сильнее, наших сторонников стало больше, то же самое будет из Коще, я уверен, что какая-то часть, даже если испугавшись, отойдет, останутся самые сильные, и такое давление просто разоблачает лицо этого режима, показывает их страх, показывает то, что все эти движения партии, которые они создают, публично и открыто, это фейки власти, это прокладки власти, они таким образом их уничтожают в глазах людей, потому что власть запрещает только противников режима, если не запрещает, это значит люди, которые работают на власть, все очень просто, нет серого цвета, нет красного, нет желтого, в нашей стране все просто, или ты с режимом, или против режима, никакой серединки быть не может, никакой абсолютно, поэтому я обращаюсь к тем гражданам, которые готовы бороться с этим режимом, говорю следующее, не бойтесь, объединяйтесь, этому режиму все равно конец, этот режим понимает, поэтому думает только запретительным мерами остановить тот гнев, который сейчас волной бежит на охорду, это уже не остановить, они только будут усиливать это сопротивление. Сейчас еще следующий вопрос, это у меня здесь спрашивает, что будет в связи с этим кризисом, со строительным сектором до конца года, проблемные стройки в Астане, люди ждут 7-9 лет своей очереди, в частности, азбука жилстроя, долгострой. Я по каждому объекту, уважаемые друзья, не могу комментировать, потому что в зависимости от города, в зависимости от кого, кто там является застройщиком, конечно, там ситуация может отличаться, но я вам могу только в принципе сказать, что все эти долгострои, все эти большие стройки, они будут сейчас испытывать большие проблемы, к сожалению, потому что денежных ресурсов в стране будет мало, у всех, как и у власти, в бюджете страны, так и у бизнесменов, проблемы будут с выдачей займов, и поэтому я, к сожалению, должен констатировать и огорчить вас, что все строительные проекты, они сейчас будут задыхаться, какие-то объекты, которые близки к завершению, я думаю, они мобилизуются, достроят, но в целом ситуация на рынке жилья будет очень тяжелая, строительство будет заморожено, это каждый кризис, думаю, что вы уже много кризисов пережили, это показывает, а этот кризис, он масштабный. Следующий вопрос, мне задает вопрос, будете ли выходить прямой эфир или вести инстаграм, если станете премьер-министром. Уважаемые друзья, мы говорим о строительстве парламентской республики, парламентская республика предполагает, что правительство назначает парламент, а депутаты этого парламента избираются народом на выборах, поэтому в этой структуре вся власть находится под контролем народа, значит, все высокопоставленные чиновники, министры, премьер-министры, Акимы будут избираться народом, они напрямую зависят от оценки самого народа, которых избирал, и, конечно же, и правительство, и Акимы должны реагировать очень быстро на тельные изменения, на тельные проблемы, и очень хорошо, что для этого существует возможность это социальные сети. Раньше нужно было из глубинки ехать, написать письмо куда-то и так далее, и то вас никто не слышал. Сейчас, если правительство хочет работать, если министр, премьер-министр хочет принести пользу своей стране, он, конечно же, должен постоянно ощущать, что происходит по всей территории нашей страны. И в этом смысле социальные сети, Инстаграм, Фейсбук или любые другие, они являются помощью для выполнения вот таких задач. И, конечно же, я как премьер-министр буду постоянно находиться в контакте, потому что я буду знать ситуацию в стране. Меня сейчас спрашивают, как же так, типа ты сидишь во Франции, откуда ты это можешь знать? Уважаемые друзья, вы же мою квалификацию видите, надеюсь, и понимаете, что если бы я что-то говорил неправильно, свои прогнозы и все прочее, то обязательно бы нашелся бы в правительстве человек, который разгромил бы меня, сказал бы, он не владеет ситуацией. Но я владею ситуацией по всей стране, по всем отраслям, ну практически все знаю. Чем это связано? Потому что есть социальные сети, потому что я изучаю мнение людей, получаю информацию, изучаю видео, смотрю YouTube, то есть я знаю о нашей стране все. Не говоря о том, что я изучаю параметры бюджета республиканского, регионального. Я знаю все программы, которые как бы принимаются на бумаге этим правительствам только благодаря социальным сетям. И поэтому, конечно же, и эта работа будет только усиливаться, когда я возглавлю правительство Казахстана. Важный вопрос, который мне регулярно задают. Что-то доллар потихоньку укрепляется, возможно, что этим летом цена на нефть восстановится, и доллар придет в норму. Давайте мы повторим курс обучения. Этот вопрос, он наиболее часто задаваемый. Люди говорят, что мы покупали по 450, кто-то даже дороже умудрился. Что же будет? Ну, что значит укрепление тенге? Это значит, тенге такая, сильная валюта, она отражает национальная валюта, состояние экономики, правильно? Если укрепляется, значит, у нас все хорошо, экономика прекрасная. А вы считаете, что для этого есть такие основания, чтобы вы сказали, что все великолепно. Когда основная часть населения находится на карантине, когда цены на нефть упали минимум в три раза, когда наши экспортные составляющие, на котором, по сути, живет наша страна, металлы и все прочее, тоже в цене присели. Как мы можете говорить, что наша экономика стала лучше, тенге стала более крепкой. Понятно, что вы это не можете сказать, правильно? То есть, стоимость тенге, его покупательная способность зависит от качества экономики, от его развития. Ну, значит, вы должны сделать вывод. Значит, тенге не может окрепнуть. И вы в этом можете убедиться, когда сравните, можете сравнить цены, которые были несколько месяцев назад, с текущими. Вы видите, прекрасно знаете, что цены поднялись на серьезный спектр товаров. И продовольствие, и промышленные товары в среднем 20-30% поднялись. То есть, покупательная способность тенге у вас уменьшилась, то есть, тенге обесценилась. Так же, если товар стал дороже, вчера вы покупали какое-то количество товара, а сегодня вы покупаете на 20% меньше, что это значит? Что тенге ваша обесценилась, что инфляция очень сильно идет, ну и как в этих условиях можно говорить, что тенге окрепла, она ослабла. Вот вам простой вывод. Ну и смотрите, я простой пример приведу, если цена на нефть в начале года была 68, а в апреле в марте цена достигла 10 долларов марки Юрлс, меньше даже было, 4 доллара за марки Юрлс, белорусы купили в России нефть, 4 доллара за Юрлс, 4 доллара за баррель Юрлса, 4 доллара. Соответственно, мы можем сказать, что минимум 3 раза цена на нефть упала. Что это значит? Если годовой объем продажи нефти считать при экспорте производств больше 90 миллионов тонн, порядка 35 миллиардов долларов была выручка от нефти. 35 миллиардов. А теперь просто поделите его на 3 и вы получите, что доллар в стране меньше стало, то есть объем валюты стал меньше. Что происходит, когда товар становится меньше, он дефицитный? Цена его растет, правильно? значит реальная цена долларов выше. Я уж не говорю о том, что вместо 90 миллионов тонн нефти правительство заявило, что будет производить 86 миллионов, то есть уменьшает объем производства. Почему уменьшает? Потому что в мире нет спроса на нефть. тем более, что заявленная масса, якобы 86 миллионов тонн по году, это не соответствует действительности, потому что они уменьшили объем добычи минимум больше, чем на 20 процентов. И все основные параметры ухудшения, они с запаздыванием сейчас идут и будут происходить. Понимаете? То есть, если в стране валюты становится меньше, значит, чтобы вам его купить, вам нужно заплатить дороже. Дороже это формируется на основе рынка спроса и предложения. Теперь давайте мы сделаем простой вывод. Как же так получается, что тенге укрепляется и укрепляется? А очень просто, уважаемые друзья. За март месяц Национальный банк вбросил на рынок полтора миллиарда долларов, сжег эти резервы, сжег, уменьшился объем на полтора миллиарда. Они же не бесконечные, было около тридцати миллиардов. За апрель месяц Национальный банк заявил, что якобы он не тратил свои ресурсы, но мы знаем, что объем торгов вместо трех с половиной миллиардов стал миллиард семьсот. Почему? Потому что всех загнали на карантин, вам не дают возможность идти в магазин покупать товары, разные торговые центры были закрыты, соответственно вы меньше формировали спрос, вы меньше хотели купить товаров, а товары у нас в основном импортные, для их поставки Казахстан значит требуется валюта. И эту основную часть валюты дало государство в лице нацфонда, который более 700 миллионов долларов вбросил на биржу, затем еще национальные компании и из миллиарда семьсот большую часть свыше миллиарда обеспечило государство. То есть если бы государство искусственно эти деньги не вбросило на биржу, тенге бы уже давно обвалилось. То есть вы понимаете это искусственное держит. То же самое кстати в России происходит. Там министерство финансово вбрасывает доллары, искусственно удерживает рубль, центральный банк вбрасывает и все эти нынешние курсы соответствуют реальной стоимости тенге, рыночной стоимости тенге. Это за все это приходится платить государству с тем, что уменьшаются валютные резервы, просто бесполезно сжигаются. Понимаете? Правильнее было людям эти деньги раздать вот те самые пособия хотя бы каждому по 50 тысяч тенге, чем бездарно их сжигать. То есть это по сути только политический фактор. Ну и смотрите что они делают. Фактически компании для того чтобы купить валюту, ну импортеры торговые центры, магазины, удовольствия. Они же импортируют из-за рубежа. Они должны купить на доллары. А на бирже участие в этих торгах регулирует Национальный банк. Они спрашивают у компаний а зачем вы хотите купить? Нет, мы вам на эти цели не разрешаем. И искусственно сжимают таким образом возможность купить валюту. В обменниках вы тоже знаете там разные ограничения. И к чему это приводит? Это приведет в конечете к дефициту товара. То есть товара импортного станет меньше. А когда товара становится меньше то его цена сразу взлетает. Ну не случайно же на многие товары продовольственные и не только продовольственные цены поднялись минимум на 30%. 20 может быть какие-то отдельные позиции процентов. 20-30% значит тенге реально рыночная стоимость его меньше на 20-30%. И вот сейчас пользуясь тем что еще не открылась вся страна и еще искусственно зажимает этот спрос национальный банк удерживает курс национальной валюты обманывая вас обманывая потому что реальная стоимость тенге обесценилилась потому что товары подорожали. Это подорожание должно было отразиться через открытый курс тенге который сейчас административно они удерживают. Это им не поможет я имею ввиду правительству потому что в этом случае формируется черный рынок в итоге потом падение будет жестче когда пружину сжимаешь 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 в итоге эта пружина в какой-то момент отжимается и произойдет обвал национальной валюты тенге долго они все равно не смогут удерживать более того я скажу что если они будут стараться удержать курс тенге до конца июня даже до конца июня это приведет к потере большой массы валюты которую правительство будет вынуждено сжигать 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 а затем просто произойдет обвал мощнейший обвал национальной валюты поэтому может быть я для людей которые не очень хорошо разбираются в экономике очень длинно обсуждаю объясняю но вы запомните одну простую вещь никаких признаков для того чтобы тенге стало сильнее а доллар ослабел нет товары для вас стали дороже это значит тенге реальная стоимость его стала меньше валюты на которые вы в тенге приходите покупаете а импортеры они все равно на бирже должны купить валюты валюты стало меньше в три раза только по нефти и это все приведет к обвалу тенге потому что никаких объективных обстоятельств нет чтобы мы говорили что наша экономика усилилась стало все хорошо нет в этом году идут массовые сокращения до конца года они наберут оборот как я говорил в течение одного года каждый второй будет безработным еще министерство финансов прячет данные но они один раз проговорились что только первом квартале они собрали 320 миллиардов тенге это 800 миллионов долларов в россии там более открытая экономика не заявляет что дефицит бюджета составит до 40 процентов не менее 40 процентов это значит что если бюджет нашей страны порядка был 30 миллиардов долларов свыше 30 процентов они недособерут миллиард долларов в месяц бюджет страны не будет собирать через налоги почему предприятия стоят стройки не финансируются нефтяные компании сокращают свои объемы производства цены упали в три раза значит в страну если меньше денег приходит значит у государства у предприятия нет возможности оплачивать работу если денег становится меньше надо экономить они поэтому объявили о массовом сокращении в казманной газе в других предприятиях вот где правда уважаемые друзья поэтому у кого есть доллары и кто-то хотел на этом не проиграть ждите тенге обвалится это говорят все мировые аналитики аналитики и рубль обвалится и тенге обвалится вообще сырьевые страны как Казахстан и Россия без вариантов национальные валюты будут девальвироваться это только сейчас за счет искусственных действий национального банка все это удерживается поэтому ничего в норму не придет нефть в районе 30-35 долларов за баррель это бренд юрлс около 30 долларов для нашей экономики это плохая цена недавно она была под 70 долларов поэтому ничего не изменится все будет плохо к сожалению это вот реальность это говорит экономика во всех странах мира а у нас будет еще хуже в Америке падение валового внутреннего продукта вот за первый этот квартал свыше 20% свыше 20% Европа говорит что по итогам года они потеряют где-то порядка 7,5% валового внутреннего продукта ну и считайте если в Европе так будет скажем не очень хорошо то в Казахстане точно будет хуже и нет никаких признаков для усиления тенге чтобы наши тенге стало усиливаться и можно было покупать больше товаров нет никаких признаков дальше мне задает вопрос как мы остановим коррупцию так как многие казахстанцы привыкли давать и брать взятку будет ли ДВК уже защищать наказание за коррупцию уважаемые друзья коррупция останавливается очень легко Европа тому пример или Америка то есть для этого должна быть конкуренция власть должна контролироваться народом политики должны избираться народом на честных выборов и свободная пресса журналисты должны контролировать видеть все эти факты коррупции исследовать публиковать независимые суды они не должны подчиняться Назарбаеву или еще кому-то это независимые суди и суды которые просто исполняют законы если ты украл совершил коррупционное преступление законодательстве достаточно норм которые жестко наказывают людей очень жестко и я на самом деле считаю что когда кто-то предлагает ужесточить на самом деле они не очень понимают что парламентская система управления страной создание конкурентности свобода прессы независимые судьи независимые следственные органы независимый парламент который подконтролен народу все это приведет к тому что фактически везде в том числе кстати в судебном корпусе который будет избирать народ будут приходить люди работающие на страну а если они будут принимать незаконные решения или красть то они будут очень быстро выявлены потому что будет общественный контроль сейчас же вы ничего не можете делать ни на что не реагируете вы можете только из форточки может крикнуть пару раз и все митинги запрещены на выборах вы не можете ничего свою волю изложить ничего никаких прав возможности нет поэтому власть на всех уровнях безнаказанно действует это касается и полицейских и судей и верховную власть они могут миллиардами воровать потому что ну народ не влияет на эту власть а парламентская система изменит все везде будет народ поэтому коррупция будет выжигаться просто и для этого не нужно кого-то расстреливать рубить руки и ноги мы не дикари мы хотим построить цивилизованную страну как Европа есть нормы наказания но то то что люди подразумевают типа расстрел и так далее это не помогает то же самое Китай коррумпированная страна почему потому что все в одних руках диктаторская страна во всех диктаторских странах развита коррупция во всех абсолютно где нет коррупции демократических странах поэтому мы построим правильную систему и не будет коррупции вот простой ответ здесь здесь у меня еще тут задали такой вопрос технически важный связанный вот с производством уже сахара немного не политический вопрос но я думаю полезно на него тоже ответить в Жамбылской области хорошо растет свекла а сахар на прилавках Тосниковой почему почему не производим свекольный уважаемые друзья я вам так скажу сахарный бизнес контролирует Назарбаев и его ближайшее окружение ранее этот бизнес контролировал его зять Рахат Алиев и все те кто занимались сахаром они просто преследовались их сажали в тюрьму отбирали бизнес даже сейчас Рахат Алиева нет это люди занимаются Исимова который сейчас Самру Казана возглавляет опять же ближайшие родственники Назарбаева они создали монополию они им неинтересно заниматься сельским хозяйством им просто можно купить биржу где-то на бирже через биржу сахар сырец тростниковый на Кубе в Австралии огромные корабли по 20-30 тысяч тонн привезти переработать и продать а тут получается что нужно заниматься производством свеклы и там очень много будет участников там ты что не контролируешь они их этих производителей тысячи десятки тысяч они хотят все контролировать свекольный бизнес действительно выгодный его можно производить и в советские годы производилось тогда называлось Плодурганскую область там были сахарные заводы были заводы в Алматинской области Джамбульской области на юге Казахстана вообще в советские годы население у нас было поменьше тогда полмиллиона тонн Казахстан потреблял сахара 500 тысяч тонн сейчас не меньше сейчас еще больше но почему бы действительно не заняться этим бизнесом потому что сейчас монополия семьи они никому не позволяют если кто-то и производит то в Алматинской область немножко ну в Джамбуле может быть немножко и все а это очень выгодный бизнес действительно его себестоимость будет не дороже чем у тростникового сахара сырца я этим занимался и я свое время изучал технологии например свеклажа это сезонный продукт его производят осенью потом складывают бурты он течет и его нужно быстро успеть переработать и получается что сахарные заводы быстро переработали 2 месяца в году поработали 10 месяцев стоят люди остались без работы а на самом деле в мире давно уже изобрели технологии те кто производит свекольный сахар они это свеклу перерабатывают сахарный сироп огромные емкости заливают хранят этот сахарный сироп и в течение года постепенно его перерабатывают вот чего у нас нет у нас все раз через бурты взяли бросили переработали и произвели и остальные 10 месяцев в году наши заводы не работают и привозили тростниковый сахар сырец он круглый год и заполняли рынок именно тростниковым сахаром сырцов на самом деле уже то же самое России производится серьезный миллионный тонн миллионы по моему около 5 миллионов тонн сахара которые они произвели через свеклу у нас внутренние потребности всего лишь там 500 тысяч тонн минимум где-то приблизительно так ну и действительно почему бы не это не сделать нужно просто поставить такие заводы которые перерабатывают свеклу которые затем в емкости сохраняют этот сахарный сироп и в течение года завод работает люди заняты и можно произвести больший объем свеклы больше не бояться что он сгниет понимаете у нас даже производили же и сахарные заводы не успевали их переработать а здесь это вообще не проблема их быстро перерабатывать сироп емкостя хранят и в течение года вырабатывает конечно же это помимо того что будут налоги бюджет страны это заработает вся инфраструктура у нас люди умеют это делать и сейчас что нам мешает только монополия Нурсултана Назарбаева как монополия на нефти продукты почему цены на бензин не падают потому что он все контролирует держит цены по всей стране единые нет конкуренции он монополист в сахарном рынке то же самое происходит это основной поставщик сахара в нашей стране они зажали рынок им невыгодно чтобы появились конкуренты именно поэтому в Жамбульске или других областях не производится свекольный сахар или производится в ничтожных количествах здесь следующий вопрос спрашивает по поводу болезни коронавирус меня очень интересует эпидемия как форс-мажор почему это никак не действует на списание кредитов отсрочка никаким образом не поможет благодарю дело в том что недавно Хасмужимар Тукаев объявил что ну как рекомендацию ну вы знаете же это же мебель не может принимать решение он я вот рекомендую вы подумайте войдите в положение вот такой просящийся президент так называемый он сказал что вот малый и средний бизнес которые попали что просьбы чтобы им не начисляли пение штрафы и считать что это обстоятельство форс-мажора форс-мажор действительно пандемия это стихийные обстоятельства обстоятельства непреодолимой силы и действительно это форс-мажор но по нашему законодательству если у вас есть кредитный договор это вас не освобождает от обязательств погашения этого кредита что вы можете делать вы можете бороться пупениями штрафом да действительно объяснить что в связи с тем что люди не работали был карантин ваш бизнес из-за этого испытывал проблемы поэтому вы вовремя не погасили и кредиты и проценты по ним и здесь я думаю что с учетом сказанного Тукаевым пенни штрафы с вас спишут но проценты с вас к сожалению не спишут да вы можете конечно оспорить и конечно вы будете правы вы придете в суд и скажете что ваш бизнес пострадал потому что у вас не было покупателей потому что у вас везде по стране стояли блокпосты вы не могли передать или продать свою продукцию в магазин они не работали это привело к тому что вы не только не смогли обслужить проценты вы вообще просрочили сам кредит и вы конечно можете требовать вполне справедливо чтобы вам списали кредиты под обстоятельством форс-мажора да но в нашей стране мы все понимаем что этого не произойдет потому что практически все банки принадлежат Назарбаеву в ближайшем окружении но представьте себе что начнутся массовые иски все будут ссылаться на решение правительства о карантине о чрезвычайном положении и прекратят возвращать кредиты банкам банки начнут разваливаться не смогут возвратить свои вкладчикам их деньги и ну вы понимаете с учетом того что суды у нас являются зависимы от власти каждый судья назначается Назарбаеву такие решения не будут пение штрафы судя по всему вам простят а проценты и возврат кредита вы не сможете отвоевать в судах независимо от того что форс-мажор и что вы попали из-за этих обстоятельств вот к сожалению вот такая вот ситуация следующий вопрос меня спрашивает что скажете по поводу дебатов Нурсила и Тругумбая ну уважаемые друзья мы же видим что делает власть власть пытается везде подсунуть вам якобы оппозиционеров которые красиво говорят вроде какой-то опыт есть в бизнесе и вот Иржан Тругбай провел дебаты вот с таким Нурсилой Нурсултана вот Нур это вот к сожалению в данный момент отражает явное отношение прямое отношение к власти он просто его изобличил точнее говоря если быть точнее совсем Ахмедбек Нурсила он сам себя разоблачил он показал что он просто клоун он показал что он хочет пойти в политику создать партию это партия власти партия клоуна я его конечно же знаю давно к сожалению я был удивлен когда пару лет назад он начал нападать на ДВК говорит что он не поддерживает ДВК ДВК хочет переворот что вот он какие-то там воспользовались его там стихами что ли где-то что он против и так далее что якобы он когда-то выступал на митинге и потому что не было казахоговорящих то там у нас полно было Галмджан Джекьянов Серебуслав Абдилин и так далее это ложь просто тогда ДВК это была широкая сила всем давали возможность желающим выйти сказать что-то на митинги и поэтому когда я услышал его выпады в сторону ДВК я конечно огорчился но не комментировал ну скажем так воспринял так что это просто предатель это человек который когда занимался бизнесом Галмджан Джекьянов я знаю ему помогал насколько он мог и верил что этот человек действительно противник режима а сейчас вы посмотрите что он делает помимо того что он в этом на этих дебатах Тругмбай Ержана вел себя как клоун бегал мекал изображал что он баран и все прочее он помимо всего прочего на следующий день или точнее говоря вчера же сымитировал что якобы его забирает спецназ чтобы затем прибежали его сторонники то есть он этих людей по сути бросил под удары спецназа понимаете это провокатор это клоун власти он всех обманывал ну и потом я вам так скажу а где его успешный бизнес кто его видел успешный бизнес чтобы он мог быть каким-то учителем какая-то квалификации наши люди просто слышат какие-то его уроки и сразу думают что во он значит какой-то наверное специалист бизнесмен я очень сильно сомневаюсь что это так во всяком случае я знаю что бизнес который я обидел через него проходил они проходили через банкротство поэтому для меня странно что человек который не создавал успешный бизнес или даже не имеет серьезных навыков вдруг начинает целые лекции читать да и потом говорит что я создаю партию и к сожалению у нас очень много людей услышав речь есть вот побежали за этим тоже нурсилы честно говоря мне обидно обидно за свой народ который так дешево дешево покупается очень дешево мы хотим изменить нашу страну построить ее сделать сильную если вы хотите видеть там певцов и акинов не проблема если вы считаете что они могут управлять экономикой управлять политическими процессами вы выберете то что вы хотите и получите в итоге не то что вы желаете увидеть процветающую экономику совершенно другое поэтому мне конечно обидно но я понимаю что это режим 30 лет не давал возможность людям делать выбор это знаете как раньше у нас было одно пиво одна водка за 4-12 рублей и одни и те же костюмы одна и та же обувь мы все были похожи так вот в политической системе я прекрасно понимаю что это так называемая заслуга Назарбаева что наш народ он просто превратил в зомби они не умеют отличать не умеют выбирать но сейчас появились новые люди и власть им дает оценку вот как лидеры движения Куще власть сразу понимает что они опасны запрещают а если эти клоуны ходят выступают и свою речь начинают как вот сегодня я увидел как это Ахмедбек Нурсила сделал обращение к Назарбаеву это позор Назарбаев сейчас пятно нашей нации это враг нашей страны и когда эти люди выходят и говорят я вчера вот тут устроил такую клоунаду ну что Абишевич объясняется перед ним и хочет получить поддержку народа грош цена такому народу который будет поддерживать предателя нации грош цена я считаю а я уверен что у нас народ не такой не случайно в движении партии Куще больше 170 тысяч человек включились больше регионы поэтому не будет так эти клоуны им народ даст свою оценку я уверен а все те кто заблуждается просто услышав какие-то слова якобы им близки они очень скоро разберутся очень быстро разберутся кто есть кто и сейчас разбираются поэтому ответ мой простой это клоун режима ну султан власть ну султан Назарбаева они хотят превратить народ в зомби хотят дискретировать вообще что такое политика всяких прокладок типа Мамая Нарымбая выжез лет уже вместе с ними пошел к сожалению Акижан Кожигелин и другие тоже пошли но сегодня своим решением о запрете деятельности Куще который якобы имеет название что это якобы ДВК за этим спрятался это позорное позорное решение которое разоблачает все их фальшивые партии Хаки ДПК любые партии они сами себя разоблачили стреляли по своим ногам и это им не поможет здесь меня задают вопрос опять же почему не поднимаешь национальный вопрос ведь казахи самый сейчас самый унижен народ который живет на своей земле но не имеет права выступить против диктатуры надо поднять национальную гордость казахов на казахском языке или ты тоже боишься своего народа я честно говоря такой вопрос читал смеялся но я думаю что нужно на него ответить ну во первых вообще казахов большинство в стране больше 70% как это так мы на своей земле как он говорит не можем выступить против диктатуры а кто вам мешает выступить кто-то вас за руки за ноги держит или кто возглавляет страну может быть какие-то другие национальные меньшинства нет казахи совбез казах президент казах парламент страны казахи министры казахи аким областей казахи о чем вы говорите о чем о какой униженной нации идет униженный тот кто себя ощущает униженным который не может боиться всего и это не имеет отношения к национальности никакой это имеет отношение конкретно к человеку готов он бороться за свою лучшую жизнь или нет а не прикрываться что вот казахи вот такой несчастный народ большинство вся власть рука казахов кто может унизить казах кроме самого казаха кто и что за национальная гордость такая что оказывается ты на этом языке если говоришь то национальная гордость у тебя просыпается ну давайте посмотрим на северную и южную корею северокорейцы все говорят на корейском языке все абсолютно где они живут в концлагере где рабы в северной корее где процветает страна где тоже говорят на корейском языке южной корее почему потому что там свободная политическая система демократия А с Северной Кореей диктатура. И язык никакого отношения не имеет абсолютно гордости к унижению и все прочее. Это вы сами, если чувствуете себя униженным, себя упрекаете в этом. Следующий вопрос. Как сделать, чтобы правительство создало доступную жилищную программу? Когда решится в Казахстане проблема с жильем? Ну, во-первых, тут две части вопроса. Уважаемые друзья, как сделать, чтобы правительство создало доступную жилищную программу? Ну, этот вопрос говорит о том, что кто-то еще надеется на Назарбаева. Он 30 лет у власти и не создал никакую жилищную программу, которая бы кардинально эту проблему решила. За те деньги, которые они украли, они могли раз 10 обеспечить жильем всю страну. Бесплатным притом. Не покупать, не через ипотеку. Бесплатно могли обеспечить. Вот вам ответ. Поэтому надеяться, что какая-то программа будет и она будет реализована. Друзья, надо прекратить верить, обманываться все время. 30 лет вас обманывали, а вы говорите, вы нас еще раз обманете? Так звучит вопрос. И когда мне задают вопрос, когда решится в Казахстане проблема с жильем, я хочу озвучить, что у нас есть программа, жилищные программы ДВК, когда правительство каждый год будет вкладывать по 3 миллиарда долларов. Для нашей страны это небольшие деньги, чтобы вы понимали. Потому что эта верхушка минимум 30 миллиардов долларов крадет каждый год. То есть 3 миллиарда долларов в 10% мы отправим на развитие жилищного строительства. И каждый год только по правительственной программе 250 тысяч человек будет обеспечены жильем. То есть за 4 года будет обеспечено 1 миллион человек. Сейчас власть только по официальным данным говорят, что нуждающих в жилье 2,5 миллиона человек. На самом деле это не так. У нас жилье в основном в стране очень плохого качества. Нет воды, коммуникации плохие, это старое ветхое жилье, не соответствует никаким международным стандартам. Поэтому в реальности не меньше 6 миллионов человек нуждаются в жилье. Не меньше. Поэтому я как считаю, если 10 лет интенсивно строить, проблема жилья не будет стоять так остро, как стоит вопрос сейчас. Для этого нужно организовывать инвестиции, нужна конкуренция, нужно очень много застройщиков. Не как сейчас монополии. Посмотрите, все крупные стройки обязательно это Назарбаев, его дочь Алия. Это вся семья. И когда они везде монопольно сидят, контролируют землю, инфраструктуру, коммуникации, все под их властью. Вы же понимаете, что строительство идет очень плохо и дорого все. Поэтому эта проблема может решиться только тогда, когда власть будет у народа парламентской республики. С этим режимом не нужно ни такие надежды питать. Никогда вопрос жилья при этом режиме не решится. Ну и вот вопрос еще. У меня спрашивает, что думаете делать предателями казахского народа с Амиржаном, Касановым, Доскушимым и их однопартийцами? Я по этому поводу, уважаемые друзья, озвучил свою позицию. Мы будем строить сильную, очень сильную страну. Нам нет смысла охотиться за всеми. Мы должны привлечь к ответственности около 200 человек, которые владеют основными богатствами страны, участвовали в преступлениях против своего народа, грабили миллиардами, убивали, пытали. И таких ключевых людей около 200 человек. Все остальные, которые должны попасть под уголовное преследование, которые пытали в тюрьмах, зонах, существующих законодательствах, достаточно, они и так понесут наказание. Люди напишут заявление, следственные органы проведут расследование. Я про этот уровень даже людей и не говорю. Что касается конкретно Амиржана Хосанова, который участвовал на фальшивых выборах, я имею следующую позицию. Я считаю, что он сам себя уже наказал, он не крал миллиардами или сотни миллионов долларов, не был во власти. И вообще нам нет смысла за ними гоняться. Я думаю, что максимальное наказание, осуждение народа они получили. И когда завтра будет новая власть, это осуждение усилится, их не будет приглашать на дни рождения. Вообще будет позором считаться, здороваться с этими людьми, потому что они действительно предатели нашего народа. Я думаю, большего наказания для них не может быть. Нет смысла никого уголовном порядке преследовать. Давайте мы будем строить новую страну, у нас есть чем заниматься. Мы должны реформировать экономику, реформировать политическую систему. Мы должны добиваться, чтобы наше образование было очень хорошим, чтобы наши люди жили достойной жизнью. А те недостойные, они просто на обочине будут, пусть живут, работают, как-то встраиваются. Мы их просто не будем уважать. И все. Спасибо за эфир. Сау Волгзар.